Добрый день! С нами Михаил Кузьмич Рыклин, известный российский философ, сотрудник Института философии, где он работает свыше 30 лет, и профессор Берлинского университета, чьи книги приведены на множество европейских языков. Михаил только что закончил свою последнюю книгу, приуроченную к столетию Великой Октябрьской социалистической революции, и согласился побеседовать с нами об этом многомерном, сложном, объемном и в то же время не только философском, но и личностном проекте. Миш, скажи, пожалуйста, откуда возникла потребность написать эту книгу? Эта потребность созревала долго и скорее уходит даже своими корнями в какие-то детские воспоминания. Потому что для моей семьи Октябрьская революция не была такой абстракцией, то есть какое-то событие, она, конечно, была связана, глубоко переплетена с семейной историей, и я с детства, но дело в том, что к моменту моего рождения все непосредственно участники этого события погибли. И погибли очень рано, то есть средний возраст их смерти – это 35 лет. То есть жизнь пролетела очень быстро. То есть это относится к моему двоюродному деду, к моему деду. Один брат присидел в ГУЛАГе довольно долго и возвратился, в общем, тоже сильно поломанным оттуда. Ну вот. Так что вот это началось с таких вообще с огромных ожиданий, мечты. Ну вот это была семья священника, который еще до революции слыл вольнодумцем, который в 1906 году с Амвона произнес проповедь против Кровавого Воскресения. И за это был на год заточен в монастырь. На него была наложена эпитимия. И он год просидел в монастыре, ну, где-то в районе Смоленска. Потом возвратился. В общем, он был такой человек, среди духовенства считался таким вольнодумцем. Самый старший брат перед революцией еще попал под надзор полиции, участвовал. Он учился в Москве в университете. Был выслан в Рязань под надзор полиции. То есть семья уже до революции, вероятно, сочувствовала этим идеям. Ну вот, а революцию восприняли как праздник. Именно Октябрьскую революцию. Старший брат приехал с мандатом и стал комиссаром по просвещению Смоленской области. Потом был в Москве, работал с Луначарским. Был одним из ближайших сотрудников наркома просвещения Луначарского Анатолия. Кстати, человека образованного писателя. Ну вот, но особую карьеру сделал второй. Всего этих братьев было четыре. Это двоюродный дед, да? Да, мой двоюродный дед. Вот один, самый старший, был сотрудником Луначарского в нарком просе. Ну, знал он Маяковского, знал, естественно, всю эту вот тогдашнюю... То есть вся семья чрезвычайно революционна. Да, то есть, а второй по старшинству брат, вот он стал политическим деятелем фактически. То есть он в 17 лет во время Гражданской войны вступил в партию в 17 лет. Это вот та линия, которая через прадеда Чаплина, священника. Да, да, да. Это дети этого священника. Их было четыре сына и одна дочь у священника. Жена священника тоже была дочерью священника. То есть это речь шла о семье, которая и по линии матери, и по линии отца была связана с православием. А второй брат Николай, он с начала 20-х годов был одним из лидеров Комсомола, а с 1924 по 1928 год был первым сначала первым, потом генеральным секретарем ЦК Комсомола. Вот, то есть он был политическим деятелем, он в 22 года, нет, в 22 года стал кандидатом в члены ЦК. Поразительная карьера. Надо понять, что тогда ЦК, это было, членов ЦК было, может быть, человек 40, кандидатов, членов, может быть, 50, понимаешь, было. То есть это... То есть элиты из элит, первая сотня. Ну, это маленькая была, на первых этих съездах не так много людей было. Ну, в общем, короче, он попал вот в эту, как бы, ну, просто жил, можно сказать, революцией. Ну, 20-е годы особые. Как я сейчас понимаю, ему крупно повезло. То есть вся его такая реальная активная политическая деятельность приходится на НЭП. Понимаешь? На НЭП. Ну, вот. Так что... Ну, то есть семья была очень связана тесно с Октябрьской революцией. И была... Он, Николай, дружил с Крупской. Реально дружил. Там была переписка. Она ему давала советы. Ну, он был такой, как бы, приемный сын, можно сказать, да? Дружил с Кировым близко. И как долго эта дружба с революцией продолжалась и чем она закончилась? Объясню. Объясню. Дружил он очень близко. Был близким другом Кирова. Он с ним познакомился еще на Кавказе. Киров тогда был секретарем в Баку. Вот... Дружил с Сорженикидзе. Очень близкие были друзья с Сорженикидзе. Ну, то есть они были старшими, конечно, товарищами, которые ему покровительствовали. Особенно Киров. Киров просто его любил. Ну, вот. Ну, в 28-м году, в 26 лет, он, как бы, уходит из комсомола. То есть там была какая-то сменяемость, так? И решает посмотреть мир. И, знаешь, как смотрит? Он едет вокруг Европы. Нанимается на корабль. Помощником Кочегара. Фу! Да, и едет на этом корабле в круизе вокруг Европы. В таком качестве. То есть работает, работает, ну, как бы, как член команды. Говорит, что под каким-то псевдонимом. То есть не под своей фамилией, а под другой фамилией. Ну, потому что, говорит, я был все-таки политическим деятелем. Мне неудобно быть помощником Кочегара, понимаешь, если они узнают, что... Ну, вот. Потом его посылают в ком-академию. Он год учится там. Занимается прежде всего французской революцией. А потом его назначают вторым секретарем Закавказской федерации. Это трех республик. Тогда была Закавказская федерация. Это Грузия, Армения, Азербайджан. Ну, то есть это повышение. Это пост более высокий, чем он до этого занимал. А первым секретарем становится Грузин, который был очень близок к Сталину в то время. То есть даже многие считали, что это вообще... Сталин планировал его своим наследникам. Виссарион Ламинадзе. Его звали Бессоламинадзе. Он становится первым секретарем. Николай вторым секретарем. Ну, все-таки три республики. Ну, вот. Но, значит, конфликт какой-то происходит в районе 30-го года. Когда начинается коллективизация, они принимают какие-то решения на Кавказе, которые замедляли темпы коллективизации. Короче, происходит конфликт между Ламинадзе и Сталином. Ламинадзе объявляют, что там было знаменитое партийное дело, блок Сырцова-Ламинадзе. Сырцов был председателем Совета Министров РСФСР. Их как-то там подверстали. Ну, как Сталин это умел делать? В общем, короче, смещают Ламинадзе. Ламинадзе смещают. И мой родственник, мой двоюродный дед, остается первым секретарем. То есть, вместо него остается. И Сталин ему позвонил и потребовал осуждения Ламинадзе. То есть, провести кампанию. Они были ближайшими, представьте, они были ближайшими друзьями. Ну, то есть, просто очень близкими друзьями. Хотя, были бы у них какие-то разногласия, но здесь вопрос стоял так, что он либо должен был бы просто предать своего друга, но просто размазать его. Понимаешь? Ну, то есть, конечно, он какую-то кампанию провел, но, видимо, так провел, что Сталин понял, что голос партии не был услышан. Ну, и все. Его тоже отозвали. Отозвали. И, кстати, интересно, мне родственники расскажут, когда он уезжал из Тбилиси, единственный человек, который пришел его проводить, был такой скромный инструктор тбилисского горкома Лаврентий Берия. К нему хорошо относился, пришел его проводить. В начале 1931 года. Ну, вот. Ну, вот. Как все переплелось там, да? Да, в общем. Уже тогда. Ну, да. Ну, вот, собственно, с этого начались... То есть, его перевели на хозяйственную работу. Ну, тоже довольно большие какие-то он занимал посты, но это уже было в такой... Скорее, это не политические были посты. Понимаешь? Утратил доверие такое. Ну, понятно, да, что... Не только его, но там еще нескольких людей, которые были в 20-е годы очень известные люди. Их Сталин передвинул на хозяйственные посты. Вот. А мой дед был фактически воспитанником своего старшего брата Николая. Мой дед был Сергей. Понимаешь? То есть, самый старший Александр, второй Николай, третий Сергей, и самый младший Виктор, брат. Мой дед в 21-е год был командированный комсомолом в УГПУ и стал разведчиком. Ну, там даже по рекомендации видно, что его рекомендовали не на оперативную работу, а именно на разведывательную. Ну, вот, и где-то с 21-го до 31-го он работал в разведке и в контрразведке. Несколько лет жил за границей. То есть, прежде всего, в Финляндии и Эстонии. Ну, там известно, в каких он операциях участвовал. Была такая операция, связанная с фальшивыми червонцами. 27-28-е. Это была его первая операция, где вроде бы он какую-то там значительную роль сыграл. Ну, просто забыл. Ну, это же... Долго рассказывать детали этой операции. Но два таких грузинских эмигранта предложили подрывать, как бы, советскую власть с помощью забрасывания очень больших партий. Червонцы имели очень слабую защиту. То есть, например, один червонец имел защиту только на одной стороне. Предлагали забрасывать просто много, так сказать, фальшивых денег и дестабилизировать. Одно время их поддерживал очень богатый человек, английский магнат, который потерял очень много денег на Каспийской нефти. Вместе с Нобелями. То есть, это был наряду с Нобелями главный акционер Каспийских нефтяных приз. Они были национализированы. Это был англичанин. Так что у них были причины для мести, да? Причины были, да. Но хотели просто что-то... Они считали, что у них отобрали собственность. Понимаешь? И он какое-то время этих грузин поддерживал, но потом из этой игры вышел. И даже там был замешан какой-то немецкий генерал, который тоже... Неважно. Можно, я думаю, эти детали опустить, чтобы главную сущность снуления. Ну, короче говоря, эта операция не удалась. Понимаешь? И, короче говоря, через там несколько лет дет уехал в Финляндию, там работал сначала под дипломатическим прикрытием, потом работал в Эстонии. И, в общем, 30-е годы – это уже другая песня, понимаешь? Он тоже был убежденный революционер, коммунист. Да все они были убеждены, в том-то и дело. Работал во имя величайшего светлого будущего. Да, все были убеждены. Да, все. Их друзья были такие же тоже, понимаешь? Тоже там вот... Я разбираю в своей книге, как кончил Ламинатзе, например. Он застрелился в 1935 году. Понимал, что его арестуют. Говорят, что я предпочитаю застрелиться, чем быть арестованным именем советской власти. Который я, собственно говоря, создавал. Застрелился. Очень близким другом моего двоюродного деда был еще Косарев Александр, который стал генеральным секретарем после деда. Понимаешь? И тоже приближен был Сталиным. Сталин его как бы всячески пестовал. Да. Но в то же время держал на крючке. Я там в книге описываю, какие он приемы применял в общении с Косаревым. Ну, в конце концов, и Косарева арестовали, и расстреляли. Понимаешь? Ну, то все эти люди кончали... Так, ну, выжил из всех секретарей тогдашних, 20-х годов, выжил только один. И то он просидел в ГУЛАГе 16 лет. Выжил. Не расстреляли. А все остальные погибли. Ну, то есть, все остальные... Это десятки людей погибли. Ну, вот. Ну, и как дальше складывалась судьба твоих... Ну, как в судьбах складывалась. Ну, вот. Сарвет и Чеев. Да, до 37-го года, как бы, они... Ну, дело в том, что я понял это из дела своего деда. Мне удалось... Дочь скопировала, сфотографировала, там, несколько сотен страниц, и я посмотрел внимательно это дело. Вот. И я понял, что... Ну, дело в том, что в 20-е годы Сталин был один из наследников Ленина, да? Ну, наиболее вероятный и так далее. Ну, один из. И, конечно, Николай с ним общался постоянно. Выполнял поручения, конечно. Потому что он же, как бы, комсомол был полностью подчинен партии. Это было фактически... Даже назначение генеральным секретарем ЦК комсомола только по рекомендации Политбюро делалось. То есть он выполнял его, как бы, указания и так далее. Но его не считали каким-то равным Ленину, понимаете? И вдруг, в течение буквально двух лет, значит, в связи с коллективизацией, статус Сталина абсолютно меняется. Понимаешь? А они этого не понимали. Ну, типа, они его видели вот таким, каким он был в 20-е годы. И они подумали, а кем его заменить? Дело в том, что, оказывается, я уже раскопал это в процессе написания книги. Оказывается, что когда Ленин писал это завещание свое, там же было сказано, что надо Сталина сместить. Так? Ну, то есть он не годится. Вон Групп там и так далее. И Круппская спросила Ленина, а на кого бы ты предложил? И он сказал, я бы предложил вот Рудзутака. Ну, тогда он спросил, почему ты не напишешь об этом? Ну, говорит, я не хочу называть прямого наследника. Не хочу, понимаешь? Ну, вот я бы считал достойным. Такой Ян Рудзутак латыш. Понимаешь? То есть эта партийная элита это знала, что как бы Сталин остался генеральным секретарем, но пожелания Ленина, и вот они, и Николай, и его друзья, они как бы между собой обсуждали проблему замены Сталина на Рудзутака. Ну, это как бы была Ленинская коммерция. Представляешь, как Сталин на это мог реагировать? Представляешь, как он... А у Сталина была чудесно устроенная система слежки. Все, что они делали. Дело в том, что однажды Николай, когда еще они на Кавказе были, подрался с Ламинатзе, который что-то оскорбительное о Сталине сказал. Подрался. И он говорит, что были в Москве, и Сталин к нему подошел. Николай, что такое? Почему у тебя синяк? Ну, он что-то начал говорить, что он там как-то упал там за что-то. И он понял, что, хотя это было в очень узком кругу, там было всего несколько человек, кто-то, кто-то стучал. Понимаешь, что Сталин знал, как бы, что произошло, почему они подрались. Знал. То есть у него была отлично поставленная система сыска. Он был вообще в этом плане безусловно выдающийся человек. Он полицейский был, высочайшего уровня. И поэтому они между собой встречались и обсуждали. Понимаешь, естественно, они думали, что это конспирация. Но какая конспирация, он все знал. Ну вот, и ждал момента. Ну, собственно, вот 37-й год был, вот, был. Вот одно из печальных открытий моих при написании этой книги. Понимаешь, это было вот именно это, что, да, то, в чем их обвиняли, это была полная чушь. Ну, типа, Николая обвиняли, что он развалил там железную дорогу. А до этого за год он получил Орден Ленина. В 1936-м его наградили Орденом Ленина как отличника. Он был сначала начальником политоотдела, потом директором одной из крупных железных дорог. А потом объявили, что он только и занимался тем, что там все разваливал, и все проблемы железной дороги там на него там свалили. Вот. То есть то, в чем их обвиняли официально, это был, конечно, бред. Но, если учесть, что их судили прежде всего по партийному кодексу, а не по уголовному, понимаешь, то по партийному кодексу, да, они были виновны. Это вот неприятное заключение, к которому я вынужден был прийти. Они были виновны. То есть дело в том, что они обещали в молодости, в 17, там, в 16-17 лет, что они никогда не предпримут ничего против партии. Не предпримут. Ну, обещали, естественно, при жизни Ленина, понимаешь, так как Ленина обожествляли, понимаешь. Но потом они служили партией уже при Сталине, да. А потом, когда Сталин как бы резко их понизил, так, они начали, значит, они фактически изменили, изменили свои присяги, понимаешь. Ну, то есть, короче говоря, они были с точки зрения внутрипартийной этики виновны. Понимаешь, задача следствия состояла в том, чтобы эту вину превратить в уголовное преступление. Ну, это там следователи умели это делать, понимаешь. То есть такие были виртуозы. Для этого применялись и физическое насилие, а главное моральное давление, понимаешь. Ну, вот. Вот так все произошло. Сначала арестовали... Вот старшего брата не тронули, который работал в Слоначарске, он не был арестован. Он был просто выгнан. И понижен, и работал, перебивался кое-как все сталинские годы. Но не был арестован. Все остальные три брата были арестованы. Сначала Николай, потом через два дня или три мой дед и младший брат, которые работали в Ленинграде. И какова их дальнейшая судьба? Ну, какая... Уже там сплошной ужас идет. Ужас. То есть, моему деду был 31 год, когда его арестовали. Он погиб в 35. Но эти четыре года, которые он прожил, это был сплошной ужас. Это... Следственная тюрьма на Шпалерной улице. Там, где сейчас живет Оксана Тимофеева, буквально напротив, следственная тюрьма. Дом, большой дом. Одной стороной выходит на Литейный проспект, другой стороной на Шпалерную улицу. И там со стороны Шпалерной следственная тюрьма находилась. Ну, там выбивали показания. Ну, и потом еще была такая тюрьма Кресты, где тоже... Ну, короче, два... Два года питерских тюрем, потом этап на Колыму. Ну, вот. Николая расстреляли в 38-м году, то есть через год после ареста. Ну, известно, как расстрелили. Даже известно, кто расстреливал примерно таких людей. То есть известно, где они похоронены. То есть неизвестно точно. Их кремировали, и потом прах... Ну, все на Донском. Это... Там... Там и Николая прах, там и Косарева прах, там и Тухачевского прах, там многих прав... И в том числе и Ежова, например, наркома, которого тоже самое там кремировали и там же рассеяли. Но человек, который возглавлял крематорию, который это все делал, он сам был расстрелян в 41-м году. Это был бывший полковник царской армии, которого в Париже завербовали, и он был начальником этого... Возглавлял крематорию Донского монастыря. Вот. И вот, ну, и так как его самого убили, то понятно, что они где-то захоронены в этом месте, но где конкретно никто не знает. То есть там все... Там и убийцы захоронены, и жертвы, понимаешь? А те... А те убийцы, которые выжили, и в том числе вот этот Балахин, который все это возглавлял, его там памятник стоит, и он так надзирает за этим. То есть там, конечно, очень... То есть там вот вся история России 20-го века, ну, наверное, там Донском, это просто вот как... Как в такой уменьшенной перспективе, ну, полностью видна, кто победил в этой борьбе. Миш, были ли у тебя какие-то, ну, личные процессы, прозрения? Долго работа, 9 месяцев, ты писал книгу, свыше 800 страниц текста, в итоговый вариант там около 300, но там очень много... Больше 300, да. ...написано для того, чтобы создать это пространство, в котором вот что-то можно начать понимать, странствовать. Ну, мне частично повезло, потому что я говорю, что моего деда, то есть спутника моего деда во всем этом путешествии, то есть понятно, что ничего бы невозможно было восстановить, вот, очень масса, сотни тысяч людей погибли вообще без следа. Но тут, как говорится, можно сказать, деду повезло, потому что с самого начала он сидел и в крестах, и потом весь этап, и потом на Колыме, вот вместе с человеком, который написал мемуары. Вообще мужских колымских мемуаров очень мало. Во-первых, мужчина очень мало выжила, так? Ну, во-вторых, из тех, кто выжил, захотели писать очень мало, знаешь? Ну, то есть люди стремились это забыть. То есть реально есть мемуары генерала Горбатова, который не так долго был на Колыме, но он был где-то полтора года. Его перед войной освободили. Это был тот случай, когда человек, человек, ну, были, были случаи, когда военных, военных выпускали перед войной. Он был, он был вызван в Москву, но он был на очень тяжелом, на очень тяжелых работах, но на одном из самых таких ужасных родников. Ну, и он написал, то есть он стал генералом армии, он был герой Советского Союза, второй комендант Берлина был в 45-м году, генерал Горбатов. Написал мемуары, там есть о Колыме, ну, не так и немного. Ну, естественно, Варлам Тихонович Шаламов, это, можно сказать, классик, классик вообще лагерной литературы. Это не просто Колыма, это создание литературы из этого материала. Понимаешь? Это не просто, это не мемуары просто, это попытка создания литературы из этого материала. То есть это, конечно, выдающаяся фигура. Ну, вот, ну, такие незначительные, есть небольшие наброски других мужских мемуаров, ну, совсем мало. Женщины больше написали. Ну, в частности, Евгения Гинсбург, такая Ольга Слезберг написали мемуары. То есть женщинам немножко полегче там было, там больше процент выживших был. Ну, вот, но этот человек, который мой дед был, он стал очень знаменитым потом, выжил на Колыме. Он был моложе. То есть когда деда арестовали, ему было 31 год, а ему, а этому человеку было 22 года, когда его арестовали. Его на год позже арестовали, 22 года. Он был очень молодым человеком. Ну, вот, и он написал мемуары и рассказал просто о том, он не только написал мемуары, дело в том, что они с дедом еще на Колыме пообещали друг другу, тот, кто выживет, свяжется с родственниками другого человека и расскажет, чтобы... То есть мемуары он написал очень поздно при Горбачеве. Но моей матери он рассказал и очень в больших деталях еще в 50-е годы, в 56-м году, в 55-м году, вот, он вернулся в Питер, был снова тарифицирован как актер. Он начал еще до ареста. Он снимался, например, в фильме Чапаев, он снимался в нескольких фильмах там, еще совсем молодым. Вот. То есть возвратился и он выполнил обещание, которое он дал деду, встречался с матерью и рассказал то, что они совместно пережили. Ну вот, а потом написал, написал мемуары. То есть мать как раз вот знала тогда все уже, да? Ну, знала, да, да, знала. И она рассказывала тебе в детстве, что ты? Да, да, вот именно, что да, что рассказывала. То, что он рассказывал, она мне рассказывала. То есть это была часть семейного предания. Фактически, да. То есть вырос атмосфера, да? Да. Он рассказывал, но он не писал. Он очень осторожно возвратился. Понимаешь, после того, как с 38-го по 55-й год сначала он был на Колыме, потом он еще в Норильске был. Но он уже последние годы работал в театрах. Все-таки он не махал лопатой. Не кайлом там, да. Не кайлом. То есть он начинал, естественно, как все, кайлом, но где-то с 43-го года его взяли сначала в провинциальный там театр, это назывались культбригады. А потом он был в Магаданском театре, а потом он попал в Норильский театр. Или, кстати, играл вместе со Смоктуновским, который тоже там был в театре. Ну вот. В общем, короче говоря, сначала я знал это в устной форме, что это было. Ну, действительно, там ужасная история. Вот. А потом он написал мемуары, тоже очень осторожно он выпускал их, то есть первый текст появился в журнале «Огонек» в 88-м году. Ну, то есть в разгар перестройки. А окончательный вариант мемуаров он выпускал в 2002-м году. Ну, то есть ряд текстов он до этого времени не публиковал. Ну, вот он там описывает как бы ну, в частности, как они плыли из Владивостока на Колыму, как на борту вспыхнула эпидемия дизентерии. Потому что там были проблемы с водой, в общем, половина этапа погибла. Вот. От Владивостока в Магадан пришла половина. Он говорит, несколько сотен несколько сотен людей были выброшены в Огонское море. Это этап. Ну, вот. А потом они с моим дедом попали на относительно благоприятную такую командировку. Относительно недалеко от Магадана. Там считалось, что чем ближе к Магадану, тем лучше. Потому что там климат помягче. То есть чем дальше туда вот туда в сторону Якутии, тем более суровый климат. Он вообще там очень суровый. Там же есть мировой полюс холода, это Оемякон, где была зарегистрирована температура 82 градуса. Когда-то. Там даже стоит знак. Вот. Минус 82. на что такое места там. Ну, вот они работали сначала на лес повале и работали шоферами. То есть частично удавалось им за баранкой сидеть. Но все продолжалось только до войны. Ну, вот. Когда началась война, конечно, все ухудшилось. сразу. А известно ли, вот, как вот там в лагере твой дед смотрел на происходящее в жизни? Менялось ли его восприятие? в том-то и дело, что известно. Поэтому эту книгу было бы интересно писать. Видно, как человек... То есть в этой книге есть несколько документов, связанных с дедом. Один документ, относящийся к 24-му году, ему там 19 лет. Он живет у своего старшего брата. Знаешь, где сейчас охотный ряд и где вот Дума, там раньше находилась гостиница Париж. И там жила, жили руководители комсомола и частично партии. И он живет там у своего брата. Понимаешь, и он описывает смерть Ленина. Ну, как он это воспринял, ну, вот, и как он, ну, как бы, ну, такой вот романтик 19-летний юноша, который учится на Абфаке. Вот. Брат пришел со съезда и заплакал. Николай. Он три раза в жизни плакал, дед говорил. Один в день смерти Ленина, потому что на съезде объявили, что Ленин умер. Ну, вот. И второй раз он плакал, когда умер Киров. Ну, и третий раз, когда Каганович его просто над ним издевался там, в Кремле, в кабинете. Оскорблял его всячески. Ну, это уже было перед арестом. Вот. То есть, такой вот идеалист, он там написывает, как начался этот день, как он пошел на Красную площадь и там увидел могилы Джона Рида, там, старых большевиков, которые умерли или убиты на гражданской войне. Потом он возвращается, узнает о смерти Ленина. Ну, как он пишет, что вот бессмертное тело Ленина привозят в Москву из горок. Вот такой вот идеалист. Потом документ есть, его письмо из тюрьмы Берии он пишет, где он не признает никакой вины за собой. Пишет, что, собственно говоря, все обвинения были, так сказать, и описывает, как его избивали. Это был мужественный поступок. Он описывает и называет имена даже людей, которые его следователи. Они его пригласили на допрос, надели наручники и избивали резиновыми дубинами. Трое избивали. Ну, в общем, короче говоря, выбили из него какие-то признания. Ну, какие признания? Вот все то, что они планировали сменить Сталина. Что такие идеи были среди лидеров 20-х годов комсомоль. Один из них стал первым секретарем ЦК Армении, тоже он участвовал в этом. то есть, они считали, что это неправильная политика и что надо выполнить, наконец, завещание Ленина. Так, это вот, собственно, если говорить о какой-то вине, то это, можно ли это считать уголовным преступлением, понимаешь, то, что они между собой это обсуждали. Но это явно было. это не то, если бы этого не было и выбить такое нельзя, понимаешь, понятно, что это было, что такие разговоры велись, недовольство Сталиным было, знаешь, а все остальное, там, типа, разрушил железную дорогу, или моего деда обвиняли, что он создал контрреволюционную организацию в НКВД, ну, это было чушь, конечно. И то, что они, а, главное их обвинение всех трех братьев, Николая, Сергея и Виктора, обвиняли в том, что они хотели, готовили покушение на Кагановича, хотели его убить. И якобы это покушение не состоялось по случайности. Потому что в этот день умер Горький, и Каганович сказал, что он поедет на похороны. Прервал свою поездку, где якобы готовились его убивать, и возвратился в Москву. Неожиданно, что якобы поэтому сорвалось это покушение. На самом деле, эти люди не были, в том-то и проблема, что они не были способны на такое. Они, они, они были очень смелыми людьми, например, в разведке, и шли на очень опасные, но только не в отношении своих. Понимаешь? Вот если бы моему деду приказали какой-нибудь белого генерала поймать, он бы пошел на все. Понимаешь? Но убить, убить человека из партии, понимаешь? У них, у них было полное когда это того... Изменилась как-то вот эта пламенная страсть, когда он оказался на Колыме? Очень даже изменилась. Дело в том, что я получил доступ, моя мать в начале 90-х переписала Колымское дело у деда. Там было еще дело. Дело в том, что Жонов писал мемуары поздно, и, конечно, он не все там точно написал. Оказывается, что, когда они приехали около Магадана, попали на относительно благоприятную, то есть, что значит благоприятную? Считалось, что лучше лес рубить, чем добывать золото. На Колыме страшно, это три вещи было. Золото, кассетерит, это олово и уран. Уран еще хуже. То есть, это смерть. Шаламов считал, что здоровый мужик за три недели в доходягу превращается на общих работах. Просто, любой, любой. Даже если у него был опыт физического труда. то питание плюс та работа три недели все, ты доходяга. А потом или смерть, или больница, или там. Вот Шаламов говорит, что он жил многие годы между забоем и больницей. Понимаешь? Просто здоровье было железное у человека. Вообще, честно говоря, 99% не выжили бы вообще. Он был на общих работах с 37 по 45 год. 8 лет. В основном, то есть, какое-то время иногда его в больнице где-то там удавалось ему зависнуть санитаром пару месяцев. Потом снова в забой. Ну вот. Но они попали на лесоповал. Но тяжелая работа. Знаешь, он, как Женов говорил, что они с дедом были напарниками на лесоповале. И он говорит, что пилой выбивали мотив себе тебе-себе начальнику. Понимаешь? Вот так. Два года, говорит. Да? Но на самом деле они с дедом работали только один год. Это я обнаружил. Потому что деда через год переводят на другое, в другое имя. Намного хуже. Намного. Это так называемая долина маршалов или долина смерти. Ее по-разному называли. Маршалов, потому что там рудники назывались именами Ворошилова, Буденного и Тимошенко. Поэтому маршалов. Ну, то есть он попадает на кассетерит. И, в общем, короче говоря, есть колымское дело. Его судили на Колыме еще, понимаешь? И вот это дело, там уже другая совершенно песня. Он, дело в том, что вообще вот людей, которые были вот, ну, то, что называлось при Сталине троцкистами, а сами называли себя коммунистами-ленинцами, в основном они были уничтожены на 99% осень, в смысле, зимой 37-38 года. Если слышал, Гаранинские расстрелы, Серпантинка, ну, Шаламов тоже это описывает. Шаламов только приехал на Колыму, и вот эта зима ужасная, он говорит, ужасная, когда они стояли на разводах и выкрикивали сотни имен расстрелянных. Понимаешь? Вот убили эти, то есть это были люди, которые застали Октябрьскую революцию, они там на Колыме пытались сопротивляться, добивались статуса политических заключенных, а потом были брутально уничтожены просто зимой их СМИ. Но вот остались кто-то, кто-то каким-то чудом отдельные люди уцелели. Ну, в общем, короче, мой дед попадает, это называлась горно-обогатительная фабрика Вакханка. Это часть комплекса, который называется Бутугичак. Это какие-то якутские... Такое экстатическое имя. Бутугичак. Вакханка. Вакханка, да. То есть, последствия, это был женский лагерь. Это был жен... Ну, когда дед там был, его только строили, и женщин еще там не было. Потом это был единственный на Колыме женский лагерь. Поэтому отсюда, вероятно... но он уже назывался Вакханка, когда дед там был. Ну, вот, короче, он там тоже работает черно-рабочим, тоже на лесоповале. В общем, короче, против него еще трех людей заводится дело, уже в лагере. Их обвиняют в антисоветской агитации. Два из этих людей, они старше деда, существенно, один латыш, один русский. Ну, это четвертый человек, еврей, который родился в Польше. И он просто рассказывал, он там рассказывал просто, ну, насколько советская пропаганда как бы неправильно пишет о жизни с границей. Потому что он вырос в Польше, понимаешь, этот человек. А они, значит, ругали Сталина. Мой дед пел-ка песню какую-то, где он пожелал, он писал, что Сталин сдохнет, и они выйдут на свободу. Понимаешь? То есть там совершенно уже другие настроения были. Ну, вот. Ну, в общем, его... Ну, конечно, дело в том, что там, знаешь, как лагерные дела делались, это в основном... Там был оперуполномоченный, и у него был штат людей, которые закладывали, доносили. Понимаешь? Ну, там вот, в этом лагере на Вакханке оказался очень плотный штат. То есть оперуполномоченный многих завербовал. И они там клепали. Понимаешь? Ну, что-то клепали, ну, то, что они... дед пел эту песню, значит, что... Ну, что злой кавказский ворон сидит в Кремле и вычеркивает из жизни именно людей, понимаете? Между прочим, так это и было. Сталин же подписывал на расстрельные списки. Вот. И что вот он сдохнет, там, что-то он сдохнет, что-то какой-то милый и родной, и все мы выйдем на... Ну, типа, подражание Пушкинскому, оковы тяжкие падут, стихотворению «Во глубине сибирских руд». Ну, то есть, понятно, что там уже была другая. То есть, они... А вокруг там крестьяне, они обсуждали проблемы политики, там, понимаешь, там, обсуждали начавшуюся войну, вот, войну с Финляндией. Двое, вдвое были людьми с высшим образованием, старые большевики, продолжали интересоваться вот таким. А там окружающие их крестьяне воспринимали это как все, как к антисоветчину, понимаете? И доносили этому оперополномоченному. Ну вот, но в конце концов, понимаешь, там один доносчик уже совсем, блядь, совсем лишился уже меры и, знаешь, сказал, что он якобы слышал, как они договаривались Сталина убить. Что якобы... Не конкретно, не мой дед, а два других человека. Там одного Берзин была фамилия, а другого Журавлев. Что вот они, что он якобы слышал, как они между собой, представляешь, там в лагере где-то на колыбе, так, сказали, что они обязательно отомстят, отомстят Сталину и так далее. В общем, ну вот местные чекисты, которые все это делали, дело состряпали в лагере, и они послали на утверждение в Магадан со всеми этими протоколами доносов. И в Магадане очень крупный чин, прочитав это дело, возмутился. Он говорит, там же террористические намерения. Вот этот разговор Берзина с Журавлевым. Они же хотели ехать в Москву и убить Сталину. Это 58-8. А их, эти местные чекисты, обвинили по 58-10. То есть, статья распространения антисовет, то есть, антисоветская агитация. Это не обязательно смертельная статья. А вот 58-8, это подготовка теракта. Это стопроцентная расстрельная статья. То есть, короче, он написал разнос. Генерал, генерал. Ну, то есть, чины НКВД не соответствовали, не соответствовали воинским чинам. У него звание старший майор НКВД, но это звание приравнивается к генералу армейскому. И он из Магадана прислал им разнос. Что, как вы, вы, значит, обвиняете их за антисоветскую агитацию, а там не агитация. То есть, есть агитация, но там главное, это то, что террористические намерения. Они переделали. И моего деда, и двух других, ну, кроме вот этого еврея, который просто рассказывал, что в Польше значительно лучше было жить. Понимаешь? А что советская пресса пишет чушь. Ну, ему оставили, ему оставили 58-10. А всех троих, вот Журавлева, моего деда, и Берзина, к расстрелу приговорили. Но, вот тут начинаются странные всякие вещи, потому что Берзина и Журавлева действительно расстреляли через три недели после вынесения приговора. Вот. И если бы не Женов, я бы так, мы бы тоже считали, что и деда расстреляли. По идее, но происходит какое-то чудо или какое-то... Ну, видимо, там еще такой бардак, это же начало войны. Надо учесть, что это первые месяцы войны. Дед, конечно, хотел воевать, он бы пошел, но их не брали. Понимаешь? Пошел бы воевать и даже рисковал бы жизнью, понимаешь? Потому что, ну, советскую власть все равно воспринимали не только через Сталина, понимаешь? Готовы были воевать и защищать, но не брали. 58-ю статью не брали. и, значит, ну, вдруг Ажжонов тоже, Ажжонов, хотя деда через год забрали с этой относительно удачной, Ажжонов там был до начала войны. Вот, и он говорит, что он сидел за рулем машины, возвращался, его где-то на посту, ему приказали выйти из машины, потом связались там с Магаданом и попросили прислать вольно-наемного шофера. И когда Жону спросил, в чем дело, ему сказали, война. То есть, короче говоря, Жонов попадает в Магадан на пересыльную тюрьму в очень, уже в состоянии истощения, то есть, он уже доходя. Ну вот, и в этой тюрьме, в этой пересыльной тюрьме он сидит там, по-моему, месяц или два, а потом его посылают на другой кассетеритовый рудник. Ну, не на тот, где был дед, а на другой. Вот. Вот тут самая странная история, да, что он встречается на этом руднике с моим дедом снова, который, по идее, должен быть расстрелян, но он каким-то образом туда попадает, на тот рудник. А тот рудник, это вообще ужас был, ужас. Ну, там добывали вот кассетерит, это главный минерал олова, то есть, из него добывают олова. Вот. Он опять встречает деда на этом руднике. Как он попал? Скорее всего, был пересмотрен приговор. Понимаешь? Может быть, только Берзина расстреляли, расстреляли журавлем, а деда каким-то образом решили не расстреливать. В общем, непонятно, но он оказывается на этом руднике вместе с Жоновым. Ну, вот. И Жонов описывает там целый рассказ, есть посвященный тому, как дед, значит, они работали с уголовниками вместе, понимаешь? А уголовники работали на урок. То есть, они не соглашались работать иначе, как на урок. То есть, выполняется определенная норма и уходят в лагерь. Понимаешь? Ну, это же они работали достаточно активно там. Потом наступил перерыв, и там один уголовник продолжал работать. Когда его спросили, что ты там работаешь, он сказал, да у меня свой план внутренний, я вот его выполнил и немножко отдохнул. Уголовник сказал, как карманный вор. Вот. Он продолжал работать, потом все приступили к работе, он какое-то время побегал с тачкой и сел перекурить. И к нему привязался охранник. Иди работай. Он говорит, да что, я работал, когда все там отдыхали, я сейчас перекурю и пойду. Он говорит, иди работать там. В общем, возникает конфликт. Этот блатной в конце концов в ходе, Джонов пишет, что я не понимаю, блатные иногда впадают в такой раж, не поймешь, понимаешь, то ли они с ума сходят, то ли это игра, там невозможно. Он пошел на этого охранника и всячески его матеря, понимаешь, и тут его застрелил. Застрелил. Потому что он, потом, значит, пришел начальник лагеря и вот этот оперуполномоченный пришел. И, значит, они начали спрашивать этого охранника, что случилось. И он объяснил, что он пошел, он хотел выйти из-за боя, я его застрелил. И оперуполномоченный ему говорит, ну, ладно, все, так сказать, дело закрыто, так, оформляем акт о побеге. И вот тут мой дед, как бы, сказал, что это было убийство, это не было никакое, он не пытался бежать. Этот человек преступник, этот стрелок, понимаешь, охранник. Он преступник. Ну и начинает, в общем, короче, он выражает протест этому уполномоченному. А это уполномоченный какой-то ужасный человек был, который все страшно боялись. В общем, короче, самоубийство настоящее, то есть, кроме того, в лагере было такое, такая уже, в общем, это надо прочитать в книге, там много есть деталей. Этот лагерь находился, к нему не было подъезда, то есть, не было дороги. То есть, ближайший лагерь, к которому была дорога, находился на расстоянии 10 километров. Эти 10 километров надо было пешком преодолевать, если что. и им не завезли, то есть, короче, там голод был уже, в лагере был голод, и там как бы завелись, завелись какие-то черви, понимаешь, в общем, короче, там уже было, хотя это начало, это еще только начало осени, но это уже, там уже какая-то ужасная была атмосфера, в общем, короче, на следующий день этот оперному, деда посадили в карте, на следующий день он его угнал, ехал на лошади и бил его, бил его к этим самым, к нему, и угнал из лагеря. И вот Джонов был свидетелем этого, это последний, последний человек, последний, что известно, достоверно, что дальше было, это уже, можно только догадываться, последнее свидетельство. Никаких свидетельств больше нету, да? Есть, они написали, что его якобы расстреляли 14 февраля 42 года, а это происходит за полгода до этого, вероятность, что он полгода где-то мог еще жить, и Джонов считал, что это невозможно, что его за такие вещи расстреливали на ближайшую неделю, понимаете? Скорее всего, его расстреляли, а написали так от фонаря, просто, написали, что это был выполнен вот тот приговор, который был вынесен с Джонову, в смысле, этому нашему деду, и Журавлеву, и Бердзину. А про этот эпизод, который описывает Джонов, никакого упоминания ни в одном деле нет. То есть, если бы не свидетельство Джонова, мы бы ничего, мы бы ничего этого не знали, понимаешь? Просто случайно получилось. то есть, ну, потом, интересный момент тоже, что Джонов становится доходягой, уже совсем, доходягой, он не может уже работать, понимаешь? И его поставят в баню, он стоит у бойлера, то есть, он следит за бойлером, стоит, прижавшись к теплому бойлеру, понимаешь? И вот говорит, что это единственное, что мне остается на этом свете. А ему 26 лет. Притом, он был спортсменом, он начинал в цирке, прекрасно играл в футбол, вообще был такой, дядька исключительно физической, физической возможности. Он в 90 лет умер после всего. Вот он уже был полным доходягой, он, говорит, такое состояние, что уже смерть, не смерть, главное, чтобы не колебали. В таком вот состоянии, я, говорит, находился тогда. Типа, отстаньте, дайте спокойно умереть, понимаешь? Уже все. Понимаешь? И вдруг он узнает, начальник лагеря, ему говорит, пришел в баню и говорит, слушай, на твое имя пришли две посылки из Питера, да? Но они находятся в том лагере, до которого 10 километров. Ну и жену, говорит, у него в мозгу все. То есть с тех пор, когда он узнал про эти посылки, его вот как бы уже такая примиренность к смерти исчезает. И он думает, у меня и появляется шанс выжить. Понимаешь? Ну как пройти 10 километров? И он начинает экономить нам, как бы откладывать там чуть-чуть какого-то там хлеба и так далее, готовиться. Он решает, решает сам преодолеть этот маршрут. И выходит из лагеря 40 градусов, ветер, встречный ветер. Он проходит за час 1 километр и поворачивает. Он понимает, что он не пройдет. Просто замерзнет там. Возвращается в лагерь. Короче, опять у этого болера стоит. И вот приходит этот уперлополномоченный, который убил, скорее всего, моего деда. И начальник лагеря приходит мыться. И начальник лагеря начинает над Джоновым, а у него была кличка артист. Ну, то есть, ну, в лагере, собственно. Ну, видимо, может, знали, что он был актер. В общем, артист. Они говорят, слушай, я с тобой, я на тебя, я поспорил суперуполномоченным, что ты дойдешь. Понимаешь? У тебя же другого шанса нету. Ты же здесь загнешься. А там посылки. А уполномоченный мне говорит, он не дойдет, он замерзнет. В общем, короче, Джонов решил, что последний шанс его, последний шанс попросить уполномоченного. Он слышит их разговор. Уполномоченный говорит, что завтра утром он пойдет через этот рудник в управление. То есть, короче говоря, он эти 10 километров в любом случае проходит. И Джонов понимает, что у него единственный шанс попросить этого человека, этого уполномоченного, чтобы он взял его с собой. В общем, короче, он ловит момент, подходит в конце, когда они уже помылись, и просит его. И тот говорит, ладно. Вот он ждет его утром, в 6 часов утра ждет этого полномоченного. И он приходит, действительно, приходит, он видит, что у него такой легкий чемоданчик и зачем-то санки. Джонов не понимает, зачем он взял санки, такой чемодан лучше в руках нести. В общем, короче, они идут. Этот ему говорит, Джонову, что, значит, ты иди, понимаешь, иди, я буду идти медленно, ты иди за мной, но учти, если ты отстанешь, я не буду останавливаться, я пойду в тот лагерь, скажу, что ты здесь, но ты замерзнешь просто. Короче говоря, Джонов, он не может уже, он говорит, что каждый шаг дается просто, ноги, пудовые, понимаешь, но он прошел шесть километров, понимаешь, шесть, осталось четыре километра, когда он упал уже, все, он понял, что все, он уже просто, как он пишет, что весь бензин просто потреблен организмом. И вот этот человек его посадил на санки, привязал и четыре километра вез, привез в его лагерь. Человек у меня вся репутация зверя, за него там сотни, может быть, даже тысячи людей погибли, понимаешь, ну, сделал это, с женом спас жизнь. Ну, Джонов тоже говорил, как вот понять человека, вот он говорит, моя вот жизненная философия вот на этом эпизоде основывается, он убил моего лучшего друга, этот, его ворон была кричка, этого человека, ворон, и он мне спас жизнь. Вот один человек, ну, как его определить, сволочь, ну, да, в каком-то смысле, да, жестокий человек, очень. Ну, говорит, по отношению ко мне, видишь, он четыре километра вез меня на санках, понимаешь? Ну, вот, короче говоря, такое чудо произошло, то есть, мы бы о деде, о деде ничего бы не узнали, просто с женов должен был выжить, шансов выжить в той ситуации было ноль, там, целых, ноль, 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 там, сколько-то, но именно ему повезло, он вытащил счастливый билет, но, второе, не просто выжить, второе, этот человек потом стал довольно известным, понимаешь? Важно, чтобы, чтобы, когда он напишет мемуары, чтобы это читали, понимаешь? Это, это в его случае и это состоялось, понимаешь? Ну, вот, короче говоря, вот таким косвенным путем это все, эта книга стала возможной, понимаешь? Миша, это вот уже твоя вторая, словно говоря, биографическая книга, первая была связана с трагической гибелью твоей жены Ани, и там она относится к периоду постперестроечному, к тем конфликтам, которые возникли в России в это время. Эта книга, последняя книга, которая еще не опубликована, она захватывает намного более масштабный период времени и связана со всей историей России, с ее ключевыми фактами, ключевыми, можно сказать, мечтами, причем не только российскими, но и значительной части человечества. Да. Вот, что дала тебе работа над этой книгой? Ну, я имею в виду, может быть, какие-то вот прозрения, терапевтические, личные вещи? Ну, первое, что дала, это лучшее понимание того, собственно, что мы сейчас переживаем, понимаешь, все же это во многом коренится в том, в том периоде, вот, и, конечно, это как бы очищение, как бы, какой-то кармы, понимаешь, это же в семье эти истории все висели, висели долго, понимаешь, моя мама с этим жила, мама, мама мне говорила, что самый ужасный день в ее жизни был день ареста ее отца, когда ей было 10 лет, хотя, после этого она в 41-м году в Белоруссии, ее несколько раз водили на расстрел немцы, вот она выжила чудом, у нее действительно были, она на ее глазах расстреляли ее деда и бабку, немцы, расстреляли в Белоруссии в 41-м, то есть она пережила очень многое и выжила, выжила тоже каким-то чудом, вот, зима 41-го, 40-го, как, кстати, эта зима была фатальной и для моей матери, и для ее отца, это зима 41-го, 42-го года, вот, но самое ужасное было вот арест, арест деда, и потому что там мир рухнул, понимаешь, вот, там одна наша родственница, собственно, дочь старшего брата Николая, она, когда узнала об аресте отца, пошла, легла на рельсы, представляешь, да, ее спасли, но она стала, то есть, она психически, такой стресс был, что она стала совсем другим человеком, то есть, снизилась просто, понимаешь, ну, то есть, жила в режиме выживания уже, понимаешь, вот, вот, такие тоже реакции были, это, у моей мамы была истерическая реакция, вот, а вот, а такая вот реакция еще более суровая, такая, как бы, ну, просто тихо пошла и легла на рельсы, понимаешь, ну, то есть, ужасные времена, конечно, но, понятно, что мы, мы переживаем, понимаешь, продолжение, как в какой-то мере, это вот вторая серия, вот этого, уже, конечно, она протекает в более мягком варианте, я не говорю, что она столь жестка, как тогда, тогда это вообще была запределовка, не сплошная, мы переживаем более мягкий вариант, но во многом, во многом это продолжение, это продолжение, и, конечно, ты, понимая то время, 30-е годы, ты лучше понимаешь и наше время, конечно, при том, я не упоминаю там, ни Путина, ни кого в книге, там практически имен этих нету, но понимаешь лучше, почему это происходит, понимаешь, ну, и так вот, все-таки, я считался своим долгом перед матерью написать эту книгу, потом посвятил ее матери, еще и имя, и имя, понимаешь, отец, 27-й год, она родилась как раз в один день, в один месяц, в один год с папой Бенедиктом 16-м, то есть 27-й, 16-е апреля, один, как-то, с такого совпадения, я просто случайно узнал, что в один день, в один месяц, в один год, ну вот, это был, знаешь, 27-й год, это борьба с троцкизмом, то есть, Сталин, в смысле, троцкизм в начале 27-го года еще был членом ЦК, и влиятельным, у него была влиятельная оппозиция, естественно, Николай, и мой дед, которому тогда был 21 год, они боролись против троцкизмской оппозиции, и Сталин был тогда символом этой борьбы, и он назвал свою дочь именем Сталина, в 27-м году, это, потом его мнение о Сталине не менялось, а имя осталось, Сталина, 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 осталось, имя моей матери, так она так и умерла с этим именем, вот, но она несколько раз хотела как-то его менять, но вспоминала, что все-таки отец дал, отец так трагически погиб, но не только в этом, я потом подумала, дело не только в этом, мать была заведующей отделом в московской префектуре, то есть она была, ну, так скажем, среднего масштаба чиновником, работала, через нее проходили тысячи, она заведовала приемной, через нее проходили тысячи людей, это имя не вызывало никакого отторжения, понимаешь, то есть это наоборот такое почтение, то есть имя себя не пережило, оно и до сих пор себя не пережило, то есть оно остается, имя нельзя назвать там Муссолини, понимаешь, кого-то, или Гитлер там, или там, я не знаю, Гитлерина, ну, нельзя это, понимаешь, ни в какой стране, а дело в том, что Сталин, это более долговременная история, понимаешь, это, с этим именем, оно не закончено, то есть в этом смысле, Россия еще в этом времени находится, во времени этого имени находится, ну вот, поэтому так и осталось, с этим именем, и как бы, то есть какая-то логика в этом посвящении. Миша, если вот так посмотреть, именно в перспективе, так печего полета на эти сто лет, со дня революции до наших дней, вот, как ты считаешь, вот то же, за что боролись твои родственники, твои предки, знаменитые революционеры, вот эта высокая идея, вот она возможна в какой-то форме, в нашей стране, или на планете Земля? Нет, ну, если так смотреть, можно ли ее реализовать, ответ однозначно, конечно, у нее нет сансара, но, тем не менее, этот период, с 17-го под где-то 29-й год, когда они особенно были активны, это особый период в нашей истории, он останется особым, понимаешь, как его не пытаются сейчас опускать, или Солженицын просто рассматривает историю Советского Союза, как такой крешен до террора, то есть, для него переход от ленинизма к сталинизму был просто плавный такой, но это не так, но это особый период в жизни нашего государства, нашей Родины, эти годы, то есть, это кусочек мировой истории, каким-то прихотливым образом встроенный в историю России, он и таким останется, там очень много было светлых вещей, написаны чудесные стихи Мандельштамом в это время, Пастернаком, Хлемников еще был в начале революции жив, писал тоже чудесные стихи, было, ты знаешь, сколько художников было, таких мирового уровня, ты знаешь, какой вклад вынесли в дизайн тогда, какую ценность имеет сейчас этот революционный фарфор, это, что впервые выдвинулась целая группа женщин-художниц, которые стали мирового уровня, и до сих пор устраиваются их персональные выставки, экстр, например, Степанова, понимаешь, мирового уровня, когда женщины в Швейцарии получили право голоса, чуть ли не в 80-е, я не помню, годы, то есть это в каком-то смысле, это в каком-то смысле была очень продвинутая культура, ну, только в городах, а основное население жило традиционно в деревнях, понимаешь, ну, где-то 80 с лишним процентов, а в городах происходил эксперимент, много интересного, знаешь, Шаламов, например, самый, может быть, суровый критик сталинизма, никто так глубоко не критиковал вот это время, именно пережит, пережитое, с точки зрения его опыта на Колыме, он был, он был энтузиастом этого времени, он всегда, его, у Шаламова тоже было лагерное дело в 43-м году, тоже его судили за то, что он говорил, что сейчас, сейчас рот нельзя открыть, я помню 24-25-й год, что мы обсуждали тогда в университете, он учился на факультете советского права тогда, он говорит, мы обсуждали все судьбы мира, это было такое время, Ткачиха говорила Порторгу в фабрике, ты не умеешь объяснить, давай пригласим наркома, и нарком приезжает на завод и объясняет, и Ткачиха говорит Порторгу, вот видишь, ты, ты, ты ни черта не умеешь объяснить, а он вот объяснил, я теперь понимаю, то есть это была все-таки какая-то демократия, да, она была в крестьянской стране, дело в том, что большевики верили, они же делали мировую, то надо понять, в чем они, на что они напоролись, они делали мировую революцию, ни Ленин, ни Троцкий, ни даже Сталин в то время, они не могли себе представить, что это все ограничится одной Россией, они не любили крестьян, там не было Ленин, Троцкий, люди, которые под десятилетиями жили, прекрасно знали, как консерватизм, как они писали собственническую сущность крестьянина, все это не любили, понимаешь, но думали, что завтра Германия, послезавтра Франция, потом Великобритания, и тогда мы будем у них учиться, понимаешь, они более продвинутые, они более подготовленные, мы просто первые, понимаешь, они думали, у нас будет престиж пионеров, понимаешь, но это же не произошло, вот их главный просчет был, почему это все такая утопия ужасная, потому что главный просчет, они считали, что Ленин верил в то, что через полгода в Германии произойдет аналогичная революция, понимаешь, они в это верили, как они могли после десятилетий жизни на Западе и не понимать, что те общества не поддаются экспроприации, но они понимали, понимаешь, поэтому то, что потом произошло, и вот эта сталинская идея социализма в одной стране, при жизни Ленина эта идея вообще не высказывалась, это настолько юридично, Сталин впервые ее высказывал в 1925 году, после смерти Ленина, и то в такой форме, так сказать, вопросительной, предположительной, если не произойдут революции в других странах, тогда будем строить социализм в одной стране, понимаешь, вот они напоролись, это неправильное было историческое предсказание, но наследство Коминтерна все равно еще в какой-то форме продолжало существовать, вот идея такого коммунистического братства, социалистического рагеля, поддержки, коммунистической борьбы, там, во всех странах, Коминтерна Сталин распустил во время Отечественной войны, это же известно, и тогда он сделал ставку на православие, освободил многих епископов, ну, потому что люди должны были воевать, умирать, вставая в страну огромную, используя ресурсы работающие, Коминтерна во время войны так по-тихому просто закрыли, зачем он, знаешь, то есть, ну, да, он играл определенную роль в 30-е годы, но я считаю, вот эти годы с 17-го по 29-й год, ну, это особые годы, ну, те, кто пережили их, ну, они могли быть очень критически настроены к Сталину, я даже на примере вот своего деда вижу, вот его реакция на смерть Ленина, такая религиозная реакция, типа, вот, как бы, бессмертное тело товарища Ленина, понимаешь, ну, потом я вижу, как он реагирует на аресты, допросы, уже значительно прозрение, а потом, то, что он говорит уже в лагере, вот в этом лагерном деле, ну, это уже совсем другое, он откровенный противник Сталину, да, и если бы у него была возможность что-то сделать, наверное, он бы что-то сделал, ну, просто оттуда ты что-то сделаешь, ну, вот, поэтому, поэтому, Миш, в каком издательстве сперва выходит эта книга, вот, за рубежом? Ну, вот, в Зуркампе, у меня договор с крупным немецким издательством, очень хорошим издательством, которое вот издает... Где твои предшествующие шесть книг вышли, или семь там сколько? У меня две книги вышли в маленьком издательстве, а вот эта пятая книга выходит в большом. Ага, ага, и планируется ли публикация в России и в других странах? Ну, да, надеюсь, надеюсь, а вот, значит, других стран, права будут все принадлежать немецкому издательству, ну, может быть, пойдет, я не заключаю, потому что интерес, интерес к революции существует, дело в том, что мой опыт вот разговоров с философами в начале 90-х годов, на чем мы находили всегда общий язык, из Деррида, из Бодрияром, из Гатари, это всегда была Октябрьская революция, для них, это была их, почему я говорю, фрагмент мировой истории, они воспринимали Октябрь, их совершенно не интересовали реформы Петра, там, реформы Александра Второго, татаро-монгольская ига, какие-то там фокусы Николая Первого, и так далее, я думаю, может они одним ухом где-то когда-то слышали в школьном, но это их не интересовало, но, когда разговор заходил об Октябрьской революции, я видел, как они оживлялись, это наша, это была их реальность, а потому что большая часть их учителей, Андре Жит, который для Деррида был любимый его писателем, его подростковых лет, понимаешь, вот, Андре Мальдерова, понимаешь, Жан Ренуа, все сюрреалисты, во главе с Бретоном, члены коммунистической партии в начале 30-х годов, Агон всю жизнь был коммунистом, а это один из любимых французских писателей, особенно поэтов, национальный, можно сказать, поэт французский, с этим связано уже сразу очень много, и это они тут включались, потому что им не надо было путешествовать, они через Францию все это видели, понимаешь, они видели через Францию, я видел, что это международный язык, и этот язык существовал и для Бакморс, и для Джемисона, и для Личарда Рорти, чей отец был охранником Троцкого. Ну что вот для этих, ничего себе, что для этих твоих знаменитых собеседников, великих философов, что для них была Великая Актерская революция? Ну, очень много, ну, во-первых, что их объединяло с их предками и между собой, это ненависть к капитализму, очень хорошее знание, несравнимое с нами, я, Амираб, Валерий, мы были детьми, тогда, мы же из-за железного занавеса приземлились на парашюте в Новом мире, и так, Мираб говорил, ну, это же нормальное человеческое общество, я помню, Джемисон скачил с кресла, нормальное общество, нормальное общество, самое извращенное общество, которое есть. Они ненавидели, можно сказать, да, капитализм? Да, да, самое ужасное, что может быть, и поэтому Октябрьская революция приоткрыла, она приподняла, как бы, возможно, другое, и Бакморс мне говорил, да, мы понимали, что в чистом виде этот идеал не реализуем, но сам факт, что что-то по-другому, что у вас как-то другое отношение к собственности, понимаешь, что вы не так вот все, не так вот перемолоты этим, этим, как бы, молохом капитализма, у нас, у нас это грела, эта идея, понимаешь, грела, хотя бы, да, мы знали и про Сталинский террор, знали и там, и про, и про там, подавление Венгрии, Чехословакии, да, для нас это все был шок, и удар, и так, но сам факт, что есть альтернатива этому строю, который вот ужасен, хуже нету, понимаешь, вот собственно, собственно, почему этот период так важен, понимаешь, это такой асперанту интеллектуалов, понимаешь, но мы можем, поэтому наши вот художественные проекты тоже, они идут тоже в этом контексте, понимаешь, мы обречены на то, что другой нас так воспринимает, и когда мы наивно говорили, что у вас нормальное общество, ну, ну, они просто, особенно бодрияр, понимаешь, ну, как бы, ну, нормальное общество, что-нибудь нормальное, где ты видишь, что-то тут нормальное, ну, для нас, понимаешь, для людей, вот эти витрины, этот красивый Париж, начало 90-х годов, рестораны, понимаешь, все это, Мерап вообще млел в Париже, когда он приезжал туда, он говорит, как вы вообще, вы можете тут чем-то возмущаться, тут все так хорошо, я понимаю, я его понимаю, понимаешь, но когда ты там живешь, когда ты там родился, понимаешь, когда ты знаешь, конечно, все это в деталях, ты видишь, о, намного будет, меня эти люди научили видеть капитализм, их глазами, потому что, потому что, если, потому что таким наивным нельзя было быть, понимаешь, продолжать, как бы, втюхивать вот это, я понял, что это сансара, как я, одна из причин, как я пришел к буддизму, вот это, то, что, да, у меня был тяжелый опыт семейный, и так далее, советская, вот это, вот это, я знал хорошо изнанку, того, чем они восхищались, убитые, убита большая часть семьи, и так далее, ну, они меня научили видеть изнанку капитализму, вот это, что за витрина этой, я пришел, так это сансара тогда, вот почему, почему буддистские идеи спонтанно зарождаются, знаешь, а потому что, да, там, там была куча дерьма, миллионы погибли, сколько людей искалечено, сколько жизней, сколько, а как психика человека покалечена была, в результате, на поколение, понимаешь, а здесь, думаешь, лучше, да, да, все по-другому, да, так все внешне тогда, приглажено, и так далее, вот так приходишь постепенно к идее, что ты хочешь здесь лучше искать, или там, вот здесь вот, нету, батенька, тут нужен какой-то другой выход, почему я, в конечном счете, к этому пришел, а потому что нужен другой выход, нужны другие какие-то вещи, ты должен, во-первых, внутрь себя смотреть, что у тебя там делается, ну, так постепенно это вырабатывалось, они мне тоже помогли, мужчин даже, помогли, они меня научили, научили правильно смотреть на тот мир, а не через вот эти очки, там, типа, как здесь много всего, но это не для, они же родились здесь, понимаешь, для них, причем там не было, среди них не было из бедных семей, таких людей, на самом деле, чтобы стать такой элитой интеллектуальной во Франции, это, ну, ты должен как минимум из среднего класса происходить, они все были людьми из, из буржуазии, понимаешь, это не были люди, они ненавидели буржуазию, но они сами принадлежали к ней, поэтому они ее знали прекрасно, понимаешь, и не нам с Мирабом было их учить там чему-то, понимаешь, тут они могли нам курсы лекций прочитать, и мы должны, как ученики, сидеть и слушать, что они говорят, ну вот. Миш, ну вот, закончена большая-большая работа, и закономерный вопрос следующий, что-то еще осталось, что нужно закрыть? Ну, я говорю, у меня висят два проекта, я вот считаю, что мой жизненный проект, это ограничение этими двумя, все остальное необязательно, может быть, что-то еще будет, но эти два, они висят как обязательные, как часть жизненного проекта, и они тоже связаны с революцией, то, собственно, я все время разрабатываю одну тему в разных книгах под разными углами, просто поворачиваю ее, первая моя книга, эти пространства ликования была, первая террорологики называлась, совсем первая, она даже на языке не переводилась, но это для меня была важная книга, выходила где-то в конце 80-х, ну вот, эти две книги тоже связаны с кругом, как бы, идей, которые и в тех книгах, просто они развивают это, ну, одна книга будет посвящена Шаламову, и я, собственно, уже начал над ним, обе книги оставшиеся в значительной мере продвинуты, я им не буду их писать с нуля, они где-то в значительной мере, там уже что-то написано, а что-то просто обдумано, я представляю, то, чего еще не написано, но я представляю, как это написать, но два проекта остались, один проект связан с Шаламом, с попыткой создать лагерную литературу, не просто мемуары, есть много талантливых мемуаров и о нацистских лагерях, в частности, Прима Леви, может быть, слышал, замечательные мемуары, потом, был такой, еще один попытался создать литературу из этого, такой, имрекертес, был в Освенциме, и потом в Бухенвальде, он нобелевский лауреат, кстати, попытался, он, кстати, был в лагерях с 14-15-летнего возраста, то есть он был мальчиком, когда его забрали из Венгрии в 1944 году, вот, но в основном это мемуары, а Шаламов это большой проект создания из этого, как бы, литературы, жанра литературы, и главное, оценки всей остальной литературы с этой точки зрения, что тогда, тогда, что Пруст, что Кавка, что Джойс, что Набоков, вот с точки зрения этого опыта. – О чем радикальное отличие, например, вот Шаламова, его попытки от мемуаров? – Огромное отличие. Шаламов ухватил очень важную вещь, состояние, понимаешь, с которым он научился писать из этого состояния, в котором пребывали люди в лагере, ожесточенность на первом этапе, потом, то, что он называл великое безразличие, то есть, когда человек уже, как бы, он уже одной ногой стоит в смерти, и смерть его вообще не пугает, он говорит, мы планировали, ну, максимум на один день жизни, там больше мы не планировали, что тебя интересует, что будет через неделю, в Освенцине была такая поговорка, когда они сказали, не хотели сказать никогда, у них было специально такое выражение, «Морген фрю», «Завтра утром», это означало, «Этого никогда не будет», то есть, они тоже жили в коротком времени очень, понимаешь, и вот как научиться из этого опыта писать, то есть, Шаламов написал тексты из этого опыта, то есть, он, когда возвратился из Колымы в Москву и начал писать, он обнаружил, что так как он был в этом состоянии очень долгое время, почему нацистские узники не могли из этого состояния писать, слишком коротко было, понимаешь, то есть, слишком коротко, это там год, там полгода, а у него был длительный период, почти 10 лет общих работ, понимаешь, он это состояние очень, оно закрепилось, оно закрепилось, и он понял, что из него он может писать, то есть, как бы не от своего имени, а от имени этого состояния. Ну вот. Людей, которые живут в Морген... Да, вот в таком состоянии, там, планируют только на день, что вечером будет их интересовать, а что завтра утром будет. Завтра утром будет, это уже другой мир, это другой день, другая жизнь. Может быть, вообще-то уже будешь мертв к этому времени. Он это вот, уловил эту тональность и сумел, как литератор, и, естественно, он страшно сурово судил всю другую литературу, понимаешь? Он назвал то, что он делал, новой прозой. новый прозой. И Солженицын не мог понять. Нет, потому что Солженицын, у него не было такого лагерного опыта, как у Шаламова. Он не был на Колыме. Солженицын сидел в привилегированном. У нас, квартира моей матери, рядом с ботаническим садом, как раз выходит на вот эту шарашку, где сидел Солженицын, где написано в круге первым, посвящено этому его... И когда он сидел... Сейчас это Москва, но тогда это был пригород Москвы. Ну, рядом с Останкино, рядом с телевидением. Вот. То есть у него не было такого опыта, как у Шаламова. Конечно, он очень заморализировал тему лагеря. И тему, так сказать, он очень так выступил с таким морализмом в Толстовском каком-то таком, размашистом. Шаламов узнал лагерь, конечно, но намного глубже. И, кстати, сам это признавал, что лагерный опыт Шаламова ему несравнимый. Понимаешь? Ну, вот. Поэтому он как глубоко... И почему он считал, что это новая литература? Ну, новая. Он считал, что многие люди прошли вот этот опыт. Это же были нацистские лагеря. Было уничтожение людей. Это основная тема XX века он считал. На чем, принципиально, новое какое-то качество или послание вот текстов, которые... литература, которая из этого состояния, из этого опыта возникает? Ну, вот он как бы говорил, вы знаете, что такое? Вот вы живете в культуре, да, вот. Вот. Вы читаете. Вот просто пишут там о том, как пирожное. Вот он смотрит на пирожное и вспоминает там. Это культура. Это все культура, это все сложные коды. Он говорит, за неделю все эти коды в определенном в лагере стираются. То есть, ну, то, что происходит в этом, в Бардо. Это Бардо такое, понимаешь, в лагере. Там все стирается. Там нет уже никакой культуры. А через какой-то... Шаламов тоже, когда попал в лагерь, он думал. Ну, у него идеалы были все связаны с революционерами, с эсерами, террористами. Он их очень идеализировал. И он сказал себе, что если меня будут пытаться ударить, оскорбить физически, я вот... Ну, что у меня будет под рукой? Я этим двину, ну, пусть меня расстреляют. Он говорит, какой я был наивный. Это до того, как ты доходягой стал. Такие мысли тебе приходят. Когда доходяг тебя бьют. Потом, говорит, меня били все. И бригадиры, и те работяги посильнее. Я ни на что не реагировал. Вот это великое безразличие. Понимаешь? Ты как бы жив, и ты уже не жив. То есть ты не живешь жизнью, какой мы живем, так называемой полной жизнью. Ты живешь каким-то обрывком. Понимаешь? И он научился это состояние передавать как литератор. Вот. У него еще есть тема вот этой предсмертной медитации, конечно. Вот он тоже сделал важный текст, который вот любому человеку, занимающемуся Дзакченом, я советую читать. Это гениальный текст Шерри Брэнди. Как бы смерть Мандельштама. Ну, полностью восстановленный Шалам. Он не знал, как умер Мандельштам. Но он был в этом лагере в Владивостоке, где Мандельштам умер. И он как бы представляет себе смерть человека голодного, поэта, великий поэт, который вот в состоянии как бы вот кранего истощения, умирает. Вот такая медитация описывается. Что приходит в голову постепенно. То есть весь рассказ посвящен. А в конце этого рассказа он пишет стихи. И он понимает, что вот настоящие стихи он пишет сейчас. Что все, что он написал, да, вся эта литература, все это вот, то, что сделал его. Его называли первым русским поэтом 20 века. То есть это все не имеет значения. Он пишет стихи, понимаешь, перед самой смертью. Это была вот его позиция глубокая. Салавов писал до смерти стихи. Никто его, он не является великим поэтом, в отличие от Мандельштама. Но понимаешь, он осознал написание стихов просто как стихия своей жизни. Как способ остаться, как способ связи с жизнью. Он говорит, что он писал на Колыме, когда у него появилась возможность, когда он стал фельдшером, у него появилась какая-то... Он начал писать стихи. Прозу он, на Колыме он не написал ничего из прозы. Прозу он писал в Москве. Понимаешь? От стихи писал до смерти. Последние 10 лет он не написал ни одного прозаического. У него последний текст 72-го года. А умер он в 82-м. Он прекратил писать прозу. Но его близкая подруга, Ивинская, то есть, она сказала, что последнее стихотворение он и продиктовал где-то за неделю или за несколько дней до смерти. Он уже был слепой, глухой, но он диктовал. Понимаешь? То есть у него поэзия остановилась, связь для него поэзия стала просто способом жить. Вот это первый проект. Ну и второй этот, ты знаешь, это Бениамин и Октябрьская революция. Тоже много чего написано. Хочу я два этих проекта закончить. А все остальное это уже необязательно. Может быть, Бог на что-то пробьет. Так, ну как бы... Бениамин тоже очень сильная связь с Россией. Он же жил в России. Ну, два месяца жил, да. Возлюбленная была как-то связана с Россией. Ну как, связана, да, латышская коммунистка, да. Ну, тоже очень интересная история. Он тоже разочаровался в конце концов. В самом конце жизни. Последний год. Ну, тоже очень трагический закон. Меня что-то тянет, понимаешь, на какие-то очень трагические сюжеты. Понимаешь? Это тоже связано. Это, вероятно, не случайно. Понимаешь? Я вот понял, что это какой-то интерес. Наверное, тоже с практикой как-то связан. Вообще, большинство людей инстинктивно избегают писать на такие сюжеты, особенно, если это касается, ну, например, вот, жена погибла, понимаешь, ну, так далее. Люди стараются вытеснить. Ну, как-то. Ну, вот у меня вот в этом особенность, что у меня идет, как бы, переработка этого идет через письмо. Понимаешь? У меня единственная возможность какой-то автотерапии лежит через письмо. просто выкинуть из головы, я не вижу в этом какого-то проку. К тому же, это бесполезно. Ты все равно не можешь, ну, 33 года прожить, ну, что я выкину из головы, ну, куда это денется-то? Куда? Что это исчезнет? Это наивно полагать. Наоборот, будет тебя еще больше мучить. Если ты это проработал как-то, ну, получается, что в какой-то мере ты этим и владел. То есть это и это как бы своеобразный памятник погибшему человеку. Ты поставил, даже так вот писали в немецких газетах, что да, вот он поставил памятник своей жене. Ну, вот, собственно, это и есть в каком-то смысле цель. Если оборачиваться вот с сегодняшнего дня на твои первые книги «Тетралоги. Пространство, ликование и последующие», как они укладываются каким-то образом в эту линию? Исповедально. Я бы сказал, да, что у меня вот такая биографичность возрастает в моем творчестве, да, то есть, то есть, первые, мы были все-таки вот такие советские люди и, как бы, идея, что можно через нашу жизнь на что-то посмотреть, на что-то грандиозное, большое, она как-то нам, она в нас не культивировалась и у нас развивалась как бы такая вот потребность в каком-то внешнем знании, очень преувеличенные были представления об образованности и так далее. Ну и чудесно, чудесно. Ну вот, ну то есть, явно возрастает эта линия, потому что она проявляется все больше. ну вот пика, пика достигла сейчас, вот эта вот книга об Ане и вот эта семья с революцией, конечно, это пик. А на Шаламов все-таки, я его не знал лично, понимаешь, просто я его ценю, ну и я считаю, эти два человека просто, они мне очень духовно близки, но у меня нет личного знания, понимаешь, поэтому это все-таки не настолько биографично, понимаешь. Спасибо, Миша, громадное, за эту глубокую и содержательную беседу. Спасибо.